Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. Арнольд Бабрис у нас сегодня в студии и предприниматель. Добрый день. Добрый день. Да, вот много интересных событий происходит. Еще, наверное, несколько месяцев тому назад невозможно себе было представить такие речи наших руководителей. Сначала премьер-министр господин Каринч, потом министр обороны. Что особенно удивительно, Артис Пабликс и даже сама шеф финансовой разведки, госпожа Знотаня, в один голос заговорили о том, что все-таки мы как бы перестарались с этой борьбой с отмыванием средств. В результате вот этот капитальный ремонт финансовой системы привел к тому, что сначала убежали нерезиденты. Часть средств мы вообще заморозили, им не отдаем. Потом уже проблемы возникли и с латвийским бизнесом, с юридическими, физическими лицами. Им или, я извиняюсь, тупо не открывают счета, или закрывают, ну, фактически без каких-либо объяснений, обоснований. И это вообще удивительно. То есть, люди хотят работать, платить налоги, приходится им искать банки в другой стране. И если для физических лиц хотя бы, в соответствии с регулой Европейского Союза, хотя бы один счет вроде бы в итоге, они могут ходить, вот, так сказать, по кругу, да, в результате все-таки им откроют счет, а юридическим лицам такого вот требования нет, открыть счет в Латвии. Что происходит? Ну, я думаю, что несколько факторов. Первое, я допускаю, что АМЛ наступил где-то даже на интересы партийных кассиров, то есть, лично, да, то есть, я не исключаю, да. А второе, да, то, что мы реально видим, что идет поток капитала, потому что что происходит? И то, может, в большом количестве, да? В жутком, в жутком. И тут, Абик, ведь как, вся экономика держится за счет денег. Деньги – это кровь экономики, обескровили. В принципе, мы можем сравнить это с тем, что нас обескровили. В принципе, я откровенно могу сказать, что я считаю, что то, что сделала Занула Тыня, это экономическая диверсия против страны. Если она утверждает, что все 9 миллиардов нерезидентских денег, которые мы выгнали, все грязные и опасные, да, то есть, ну, извините, тогда что все это время было, да? И почему тогда? Куда они ушли и как они аккуратненько сели? Большая часть из них обязательно ушла в Америку, да, то есть, американские офшоры и все остальное, да, и там эти деньги приветствуют, и они работают на благо Америки. То есть, в принципе, надо понимать, это реальная экономическая диверсия. Вина Занула Тыня, да, у каждой ошибки есть имя и фамилия. Занула Тыня была та, которая отвечала за политику. И то, что она не разработала понятную методику, правильную методику, да, и то, что те, кто принимает решение по аресту денег, да, они не несут никакой ответственности. То есть, в принципе, дана индульгенция, да, то есть, работникам АМЛ, делайте, что хотите. То есть, и в результате этого беспредела пострадали очень много честных предпринимателей. И многие реально свернули бизнес, и в Латвии никто не хочет открывать счет, и бизнес не хотят вести. Ну, по крайней мере, власть правящая, и нам это обосновывают тем, что вот они были вынуждены, у них была безвыходная ситуация, потому что знаменитый там доклад организации Манивэл, если бы мы не выполнили все рекомендации, нас бы внесли в серый список, и там бы случилась, ну, практически катастрофа. Так, по крайней мере, утверждают наши вот латвийские должностные лица. Это так или не так? Наши должностные лица не несут никакую ответственность за то, что они говорят. Если была бы уголовная ответственность за обман населения по государственным важным вопросам, допустим, пять лет за то, что врет, да, тогда бы я тому сказанному я бы еще бы поверил, да, но та же самая Знотиня, когда начиналась вся эта кампания по борьбе с отмыванием, заявила, что через Латвию проходили северокорейские деньги. Абик, мы выгнали 9 миллиардов, а где уголовное дело по северокорейским деньгам? Где же эти деньги мифические, да, и где же те люди, которые их отмывали? Извини, я, кстати, как-то не вижу, да. То есть, весь кипиш начинался с того, что есть северокорейские деньги, то есть, там чуть ли не финансирование терроризма, да, то есть, и создание оружия массового поражения. Где это уголовное дело? У нас целая куча предпринимателей в мандраже, у нас финансирование не выдают, да, то есть, счета закрывают нормальным, адекватным предпринимателям, да, то есть, деньги выгнали, да, и куда? В Америку, да, то есть, там они нормально работают. А может быть, это просто была такая, не знаю, политическая или геополитическая установка, прогнать там деньги ненавистной России или российских предпринимателей? Ведь этот удар был не по северокорейцам, я здесь ни одного северокорейца пока не видел, а россиян было много. Значит, немножко иначе расскажу. Какое-то время назад, после финансового кризиса 2008 года, читал статью, интересную статью, что Министерство обороны США провело виртуальное учение, что происходит, если обваливается доллар. И в результате этого учения, то есть, разработана методика, она, конечно, засекречена, но альтернативные экономисты, то есть, финансисты, аналитики сделали свои исследования. И они пришли к выводу, что единственный, кто может обвалить доллар, это Китай, то есть, выбросив определенную массу долларов и долговых обязательств, то есть, развалить финансовую систему США. Но в случае, если что-то случится, поскольку в мире напечатано почти сто раз больше денег, чем реально за них вообще можно что-то купить. То есть, кризис, он неизбежен. И главное, что происходит, дальнейшее печатание денег, интенсивное. И в результате гиперрефляции, либо обвала доллара, очень необходимо, чтобы все долларовые массы как можно больше была на территории Америки. И вот после этого было принято решение, что есть американские офшоры, то есть, свои офшоры, а с остальных офшоров надо загонять деньги на американские офшоры. Почему? Потому что, если начнется кризис, тогда президент США своей подписью может все эти деньги заморозить. Проблема, если это не находится на территории Америки. И вот мы видим целенаправленно там Панама, Кипр, Швейцария, все офшоры, в том числе английские офшоры, всех начали колбасить. А у нас, то есть, Рига считал финансовый центр, через который проходил 1% всего мирового доллара оборота. То есть, я думаю, что АБЛВ просто попало под раздачу. Вот и все. То есть, нас просто объявили, что это надо закрыть. Ничего личного. И напомню, 2 года назад или 3 года назад был рекордный приток долларовой массы в Америку. То есть, там, по-моему, 3 триллиарда долларов в год. То есть, рекордная цифра. При таких показателях, АБИК, можно ничего не экспортировать, вообще ничего не производить, только сидеть и тратить. И это сразу была такая финансовая инъекция в экономику США. Но, опять-таки, за счет кого-то. В данном случае за счет нас. Да. Вот что теперь можно делать? Такой, может быть, хрестоматийный вопрос. Что делать? Потому что я так понимаю, что глава комиссии по финансовому рынку и капиталу, госпожа Пугарова, на днях даже признала, что придется менять нормативное регулирование. Потому что мы можем сколько угодно умолять банки и говорить о том, что вы знаете, надо управлять рисками, как сказал премьер-министр. Не знаю, надо уважать клиента. Не посылать его, я извиняюсь, на три буквы. Но все равно, если не будут изменены вот эти строгие законы, ничего же не поменяется. Ну, Абик, понимаешь, у нас как? У нас чиновничная бюрократическая страна, где под прикрытием соблюдения законности и под прикрытием закона творятся чудеса. В принципе, в моем понимании, если мы так говорим, надо проанализировать ситуацию в стране. У нас в реальной экономике до ковида работало 400 тысяч. В реальной экономике. То есть, эти 400 тысяч содержали 400 тысяч пенсионеров, плюс 400 тысяч, работающих в госаппарате и еще в самоуправлениях, то есть, врачи и учителя. То есть, 400 тысяч содержали миллион чем-то жителей. 400 тысяч содержали 400 пенсионеров, 400 еще так, то есть, все остальное. Да, больше миллиона. В результате ковида еще 100 тысяч выбыло. Осталось 300 тысяч. Теперь посмотри, мы взяли, во-первых, мы уже за период ковида еще миллиард уже потратили, 3 миллиарда мы взяли, и теперь смотри, куда пойдут эти деньги. Настроитесь на IT. А реальная экономика, да, вот если мы говорим так, которая реальная экономика, которая делает приток денег в экономическую ситуацию, в систему, да, то есть, она вообще, то есть, я, понимаешь, я все смотрю, да, и думаю, когда же наша экономика гикнется? Если нас бы, то есть, сейчас она не гикается только потому, что мы постоянно дополнительно одалживаем деньги. То есть, у нас внешний долг растет. Причем политики обрадовали, справящая коалиция обрадовалась, что за счет ковида сейчас это можно узаконить, обосновать. Да, они ведь не решались увеличивать, говорили, у нас фискальная дисциплина и так далее. Так до ковида, ты посмотри, они же скрывали, да, то есть, они постоянно занимали, 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 потому что бюджет склеить нельзя было, да. Тот же самый премьер, да, то есть, и министр финансов до ковида, да, серым лицом обсуждали ситуацию, да, то есть, и было замылено то, что 250 миллионов они все-таки еще увеличили, да, это при условии, что нету, потому что экономика реально убита, да. И если ты спрашиваешь, что надо делать, есть план, этот план понятен, да, но тогда надо спуститься, да, то есть, как бы с популизма, да, и заниматься, решать вопрос по существу. Ну, а теперь же есть новая палочка-воручалочка, это вот деньги из так называемого фонда стабилизации Европейского Союза на разогрев пандемийной экономики, еще 2 миллиарда евро минимум. Смотри, если, да, это было бы хорошо, если люди бы просмотрели, что, в какие места, где нужна государственная интервенция для того, чтобы увеличить экспорт, где нужна интервенция для того, чтобы, как бы, увеличить импортозамещение и какие отрасли увеличивают денежный поток в стране, да, ведь ситуация какова? С точки зрения, где вся соль? Вся соль заключается в том, что, если мы говорим про экономическую безопасность страны, в стране надо обеспечить, что у людей на руках есть достаточное количество денег, да, есть накопление, банковские счета, то есть, оно плавно-плавно растет, не так скачкообразно, да, а в экономической системе есть кровь, то есть, полнокровное тело, да, то есть, напичканное деньгами. Что у нас? Экспорт у нас убивали, да, импорт увеличивали, у нас отрицательный торговый баланс с момента независимости. Мы как-то перебивались за счет чего? За счет транзита, да, то есть, за счет каких-то услуг, за счет отмывания тех же самых денег, за счет приватизации, то есть, постоянно затыкали, да, после, то есть, шведские деньги фондовые нам закидывали, когда наступил кризис, нам одолжили деньги, чтобы мы не сдохли, да, то есть, сейчас нам еврофонды кидают не для того, чтобы мы там подняли экономику, потому что политики это не делают, да. Просто, чтобы не сдохли, да. Просто, чтобы не сдохли, чтобы не была революционная ситуация, да. И я сейчас смотрю, да, этот вопрос по существу не решается. Почему? Потому что, в первую очередь, деньги должны были прийти в экспортные отрасли, чтобы вы увеличили экспорт, да, должно было прийти в отрасли, которые импортозамещения, да, то есть, которые дают приток денег. А у нас наоборот, у нас, считай, 400 тысяч, сейчас упало на 300, да, и ещё упадёт, потому что будет эффект мультипликатора. Да, хорошо, а как долго мы можем вот так вот продержаться? Пока нам будут кидать подачки, да, то есть, подпитку, это будет, да. Проблема сразу наступит в тот момент, когда, первое, перестанут приток денег, да, второе, наступит глобальный мировой кризис, глобальный, да, то есть, тогда все будут, скажем так, всё будет обрублено, да, то есть, каждый будет бороться за собственное выживание, да. И тут мы будем перед фактом, что у нас есть вещи, которые мы не можем заменить, нам никто их не будет поставлять, потому что нету товара, который менять. На что? Ну, я так понимаю, что двух отраслей у нас уже нет, да, вот этого нерезидентского бизнеса, вообще даже отрасли финансовых услуг разветвлённых, которая у нас была при всех недостатках, и нету транзита и логистики, так я понимаю, в силу геополитических моментов, да? Да, да, потому что, ну, транзит надо было оставить, ну, худо-бедно, потому что на нём зарабатывали, зарабатывали хорошо, это хорошая статья дохода, да. Финансовый сектор тоже надо было развивать, и если сейчас, допустим, те же самые политики говорят, что, извините, вот это была целая проблема, да, а кто её допустил? Вот, допустим, когда я общался с Закулисом, да, с Кристофором, он же откровенно мне говорит, он был руководителем… Это бывший руководитель комиссии по финансовому финансованию, ФКТК. Да, которого сделали, которую уговорили, чтобы он взял на себя вину, что это из-за него всё это. Хотя я чётко знаю, что у него была переписка и с министром финансов, да, и с политиками по поводу того, что я надзиратель, но я не занимаюсь отмывкой денег. Примите нормативы, дайте стратегию, да. Они съезжали, у него тоже есть документально, и причём то, что он был крайний, просто выбран, да, как… То есть, его уговорили, чтобы он сказал, да, я виноват. Хотя надо было Бурканса привлекать, поскольку Бурканс на тот момент выполнял функции изнотрения, да, и отвечал за борьбу с отмыванием денег. И абсолютно не ФКТК. В функции ФКТК это даже не входило. Но для того, чтобы мы вступили в ОСЕД, да, для того, чтобы Паренкевича не ударили, который должен был подготавливать это, да, Кристо поуговорили, он как немножко такой патриотичный, да, то есть, как бы бессеребренник согласился. Хотя я его уговаривал. Дай статью, покажи, как это есть. Он говорит, нет, ну что там будет? Государство надо… Нет. Он добродушный человек, он из лучших побуждений. Да. Вот, как бы завершая, может быть, эту тему, но вот хорошо, а какие есть вообще другие варианты развития в этой ситуации? Ведь правительство говорит, ну что, мы все, что можем делаем, вот посмотрите, в других странах еще хуже. Ну ладно, мы одна из самых бедных стран в Евросоюзе. Это правда. Следующее, даже если мы сравним наши показатели с той же самой Эстонией и Литвой, в Литве, в Эстонии меньше населения, да, налоги собирают больше, в службе госдоходов еще меньше людей, а результативность совсем другая, да. То есть, ну что, ну опять-таки надо начинать с белого листа. Схематически это выглядит следующим образом. Состается… Есть методика, могу даже озвучить, политикам предлагал, Абик, но поверь, не интересует. То есть, методика следующая. Мы понимаем, у нас есть экспортные отрасли, да, три основные, да, дополнительные. Мы задаем вопрос, что необходимо, чтобы вы увеличили экспорт. Настолько то, чтобы у нас был положительный баланс, торговый баланс, что у нас деньги приходили в экономическую систему больше. Допустим, люди говорят, я уже давно говорил, давайте поменяем и облагаем минимум. Как минимум 500 евро. Мы не берем налоги, да, то есть, чтобы у нас, чтобы мы были конкурентоспособны. Пересмотрим отдельные позиции. Китай, допустим, экспорт вообще освободил от налогов, да, плюс те предприятия, которые очень хорошо сидят на внутреннем рынке, они еще дополнительно датируют, чтобы экспортировать. То есть, это агрессивная политика. Она… Она отдает свои плоды? Мы видим, мы видим, она работает, да. У нас экспорт душит, да, даже больше, чем другие, да, другие отрасли. Именно экспорт, да, то есть, мы сами пилим сук, на котором сидим. Ребята, давайте решим. Посмотрим, сделаем налогообложение. Такое, чтобы экспорт понемножку рос. Потом смотрим, что нам надо сделать для того, чтобы у нас было импортозамещение. Смотрим, куда движется страна. Какие позиции, да, в будущем у нас в стране могут развиваться. Допустим, те же самые политики говорят, надо убрать все вот эти низкие, маленькие зарплаты, да, то есть, только хорошо оплачиваемые. Я сразу задаю вопрос. Хорошо, а куда вы денете тот контингент предпенсионный женский, да, то есть, который, дай бог, со средним образованием, которых у нас очень много, да, то есть, как бы, которые могли бы создавать какую-то добавочную стоимость. Людской ресурс – ресурс. Я вижу, что у нас, первое, нет анализа по ресурсам, да, мы точно так же сырье отправляем без переработки, хотя при маленьких инвестициях это может быть. У нас нет понятия о кооперации, о государственных интервенциях в экономике для повышения эффективности экономики, да. У нас нет дифференцированного подхода по налогам, чтобы отрасли не умирали, а развивались, да, то есть, у нас примерно чиновники так видят таблицу, давай мы сейчас добавим налог, да, как мне сейчас в Фейсбуке понравилось, новый налог, ни за что, а шраф, просто так, да, новый вид штрафа, просто так. Просто так. Да, вот просто так. И никакой логики, да, то есть, и в то же самое время теневая экономика, да, то есть, что у нас ее нет, есть. Ребята, посмотрим. Только у нас селективная борьба с неплательщиками, селективная борьба с отмыванием денег, да. Это я сразу вспомнил, это буквально произошло недавно, когда с удивлением автовладельцы, которые направляются в Старую Ригу, по делам в ту же самую Рижскую Думу, в министерство или в кафе зайти, где вообще уже людей нет в Старой Риге, казалось бы, ты стимулируешь, чтобы люди приехали, оставили денежки там, да, в этих кафе и ресторанах, они сделали вокруг Старой Риги парковку зона Р, да, и в результате каждый час, первый час 5 евро, каждый следующий 8 евро, и все опустело, и это что, это такой ответ на пандемию, что вообще Старая Рига полностью умерла. Спрашивается, зачем? А вот просто так. Вот, Рейзер Шабик, у нас, к сожалению, да, к сожалению, на первый момент кажется, что это все глупо и дебилизм, да, нет, ты понимаешь, есть талантливые чиновники, не все, но подлые негодяи, да, которые прекрасно знают, что он создает условия, где, допустим, для избранных все хорошо, для остальных все плохо, и вот на этой игре, да, то есть, он лично, то есть, когда мне говорят, политик там думает за государство, за благосостояние, нет, политик всегда, и большая часть чиновников смотрит за свои интересы, да, пока не будет введена личная ответственность за последствия, которые наступили, да, пока не будут висеть 10 депутатов, да, то есть, за то, что они натворили, да, то есть, законно, можно принять закон, доказать, что могли принять это, это, был нанесен реальный ущерб, миллиардный, да, то есть, как бы, ну, десяточку повесить тех, десяточку высших чиновников, и, поверь мне, будет индульгенция, потому что человеческая натура, подожди, человеческая натура не меняется, если мы смотрим, да, то есть, люди понимают образцово-показательные мероприятия, да, у нас нету принципа палка-пряник, вот он сидит там, он получает свою зарплату, что-то делает, чудеса творит, народ страдает, почему я тебе говорю? Не то, что я говорю, что я призываю, это неизбежно, вот эта анархия, вот этот бардак должен закончиться чем-то, да, то есть, чиновничья анархия, да, то есть, чиновничий беспредел, он, в конце концов, кончится чем-то, да, и напоминаю, у нас сама система уродливая, у нас система, да, построена по образцу Веймарской республики, то есть, сатверстом написано по образцу Веймарской республики, Веймарская республика дошла до низшей точки, пришел Адольфик, да, у нас латвийский сейм довоенный, да, дошел до точки, когда Ульманин взял власть, да, у нас сейчас повторяется, да, вопрос, кто будет диктатор, наш диктатор или насаждённый диктатор. Но по-любому образцово-показательные выступления, то есть, поиск виновных, для того, чтобы народу показать, мы их наказали, он напрашивается. Поэтому обид. Тут пусть те, кто в Сейме сидят, пусть призадумываются. Кстати, я тебе могу сказать, в коалициях, если так посчитать, с момента независимости, когда мы из года в год гробили экономику, то есть, разваливали, целенаправленно раздваливали. Участвовал где-то 300-400 человек. Вот мы открыли мешки КГБ, давайте откроем мешки Сейма. Какая падла принимала решение по развалу, и пусть пенсионеры, когда их поставят перед фактом, что извините, уже курочку, которую несла золотые яйца, уже нету, её задушили, спросит все, кто её задушили, что пенсий не будет. Алан Баблиц у нас был в студии, будем надеяться, и есть ещё в студии, будем надеяться, что пенсии всё-таки будут. Ни на редакции, может, не совпадать с мнением гостей радио, но тем и интереснее наши эфиры, не переключайтесь. Друзья, ещё раз Арнольд Баблиц у нас в студии, вот о политической системе хотел чуть-чуть поговорить, но мы знаем, что очень активен сейчас независимый депутат Сейма, Исгобземс, и он даже призвал 10 октября выйти на пикет, и сказал, что, естественно, всё будет в рамках Конституции. Очевидно, и он сам это не скрывает, что до конца года будет создана новая политическая сила. С одной стороны, многие считают, что, наверное, хорошо, что у нас там появляется какая-то новая партия, свежая кровь, с одной стороны. С другой стороны, у нас уже в стране более 60 партий зарегистрировано. Там, конечно, есть и локальные партии, чисто в каких-то самоправлениях, в властях. Но вот на твой взгляд, нужна вообще ещё одна новая партия, или надо что-то пытаться поменять с помощью существующих? Ну, с помощью существующих мы видим, что ничего не меняется, да, и даже идеологическая база слабенькая, да. Я лично поддерживаю Гобземса. Почему? Мне тоже говорят, зачем ты его поддерживаешь? Я говорю, ну, покажите мне ещё хоть одного, кто чётко, ясно, внятно, не боится говорить о тех промахах и о тех вещах, которые у нас в стране происходят. Когда у нас политики заявляют, что у нас демократичная страна, напомню, у нас у власти находится коалиционная диктатура, да, потому что в демократической стране должно быть чёткое разделение, да, то есть исполнительная, законодательная и судебная. У нас коалиция выбирает, ставит президента, у нас коалиция назначает судей, они же формируют правительство, то есть то же самое коалиционное правительство решает всё. Сами себя контролируют, сами принимают законы, сами их не выполняют. Напомню эпизод, когда они приняли решение. Закон о том, что повысим зарплату медикам, да, и тут же не выполнили. Если было бы чёткое разделение, да, то есть... И даже закон не поменяли, да, вообще. Да. Просто не выполняем, и всё. Да, и поэтому есть вещи, которые, как бы, господин Гобзомс одабривает, и я их поддерживаю. То есть это тоже мои тезисы. То есть надо ввести личную ответственность чиновников и политиков за слова, за невыполнение предвыборных обязательств, да, то есть как бы, и за действия, за то, что они натворили. То есть почему-то я должен отвечать, да, то есть они не отвечают. Надо поменять избирательную систему, надо её улучшить. Она у нас неправильная. Перейти, видимо, на президентскую форму, да? Правильно перейти. Когда говорят, ой, знаете, там выберут клоуна, да, то есть придёт клоун, он станет президентом. А что мешает сделать так? Мы выбираем президента, но он уже идёт с кабинетом министра. Вот попробуйте найти клоуна, да, который укомплектует хороший кабинет министра, который будет работать... И представить народу, да? И представить народу, да, и будет соревноваться не только сам президент, но и команды, да, то есть я уже буду голосовать за конкретного президента, с конкретной командой, и президент лично будет отвечать за то, что происходит в стране. То есть исполнительная власть что делает. Опять-таки парламентскую надо менять. То есть как бы систему законодательного, то есть как бы депутатов в парламенте тоже надо менять. Я считаю, что мажоритарная система лучше, потому что... Имейте в виду одномандатники. Одномандатник. Я понимаю, у меня, допустим, там 5-6 партий выдвинули своих кандидатов, я могу выбрать лучшего. То есть я понимаю, а сейчас с этими листочками, с этими плюсиками-минусиками, да, партийные кассиры, да, и бонзу принимают, проталкивают, да, и ты не понимаешь, как человек туда попал. То есть... Кто эти люди, да? Да. При одномандатном ты понимаешь, что это мой кандидат, я могу его отозвать. И обязательно надо вести обратную связь. То есть, предположим, президент закончил свой срок, он отчитывается перед народом, я обещал, что будет так, за мое правление мы добились того, 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 того. И народ уже, когда выбирает следующую, оценивает работу предыдущую. И то же самое в одномандатном. Депутата выбрали, смотрим, оправдал доверие, не оправдал. Плюсики-минусики, брак в работе, или даже отзываем. Да, то есть, как бы... Вот это я понимаю тогда, и причем, когда мы говорим о том, что там идеологическая интервенция наших противников, все остальное. Самое страшное, идеологическую интервенцию делают наши собственные политики. Они подрывают доверие к правительству. Когда политик, да, политик и чиновник высшего уровня выходят и нагло врёт, и народ уже не верит, да, это вопрос национальной безопасности. Это подрыв доверия правительству, государственной власти, потому что политики не стесняются врать. Посмотри, они постоянно врут. Когда выходит министр здравоохранения, говорит, у нас ковид, вот это самое, если бы я знал, что ей грозит 10 лет за то, что она будет обманывать, да, я бы поверил. Но поскольку я знаю, что она безнаказанна, может говорить всё, что угодно, я сомневаюсь в том, что она говорит. Вот сегодня первое заседание Новой Рижской Думы, уже и мэра Риги избрали, это так называемая коалиция перемен. Ты вообще веришь в эту коалицию, в эти перемены? Потому что, с одной стороны, мы видим, что народ хотел каких-то изменений, да, а с другой стороны, ну вот. Единственное, что я знаю, что теперь за каждую яму в Риге будет отвечать лично Ялнобс. То есть, он всегда говорили, что за каждую ямочку в Риге отвечает Ушаков, теперь будет Ялнобс. Не Старкес всё-таки? Нет, ну как, будем называть свои вещи именами, как есть. То есть, Ялнобс – это всё-таки идеолог, да, то есть, как бы и кассир, и фактически, я считаю, что полностью контролирующий, а ты стыбой пар. То есть, это его человек. Но вообще, будут какие-то перемены в городе? Не верю. Не верю. Не верю. Не верю, что будут перемены. Почему? Потому что, ты понимаешь, уже посмотрев, как они распределяли кресло, как они боролись за места, как принимались решения, я думаю, что тут просто идёт борьба за кормушку и всё. То есть, если избиратели думают, что что-то в Риге улучшится, не верю. Но мы посмотрим. Посмотри, пробки у нас не уменьшились, да, то есть, как бы… Хорошо. А вот всё-таки, что с этим делать? Вот я имею в виду явка. 40% в Риге, ну, те, кто пришли голосовать. Добавим, во-первых, тем, кто не пришёл голосовать, плюс те, которые не имеют права голосовать, я имею в виду, там, не граждане. И если мы посмотрим, то тогда возникает уже вопрос, какой процент вообще рижан представляет вот Рижская дума. А если взять коалицию, значит, ещё меньше процент. Кто-то почитал, что где-то процентов 15 рижан представляет Рижская дума. Но это же ужас. Аблик, вот согласен. Но опять-таки, берём изначально. Как это всё сформировалось? Сначала явка была больше, потом она всё меньше, меньше. Потому, что люди разочаровываются, разочаровываются. Люди понимают, что от них уже всё меньше, меньше зависит. Обещания никто не исполняет, да? Обещания никто не исполняет. И для того, чтобы была явка, всё-таки есть страны, в которых есть обязательно явка. То есть, ты должен прийти. Тогда исключается и очень уменьшается вариант с подлогом голосов, то есть, подделкой результатов. Потому, что тогда я был, я знаю, я почти все проголосовали. В нормальных демократических странах у тебя не только право голосовать, но вот твой гражданский долг, и ты обязан голосовать. Если мы хотим улучшить систему голосования, то, что я сказал, оценка предыдущей работы депутатов. Вот если человеку сказать, вот ты не только даёшь оценку, то есть, как бы следующим, но оценяешь работу предыдущих плюсиками и минусиками, это был бы мотиватор. И есть страны, допустим, та же самая в Швейцарии, где обязательно явка. То есть, ты не можешь, то есть, у тебя должен быть штраф. Или штраф, если ты умышлен, да, то есть, там есть разные другие. Слышал и читал, что в Англии есть так, что если человек не ходит на выборы, то есть, они фиксируют, что человек не посещает выборы, у него сразу будут проблемы с получением кредитов, то есть, как бы в госаппарате, человек не сознательный. То есть, человек уже не сознательный. То есть, есть разные методы, более мягкие, более жёсткие, но я считаю, что надо добиться того, что явка полная. Причём, абсолютно ничем не мешает, то есть, если мы вводим, что обязательно, можно ввести листок протестного голосования. Допустим, человек может проголосовать, мне никто не устраивает, то есть, как бы, меня никто не устраивает, то есть, он показывает. Причём, можно даже несколько, чтобы человек мог выбрать, Для того, чтобы потом после выборов можно было статистически посчитать, какой процент считает, что я не вижу своего кандидата или меня не устраивает система. Это ведь тоже голосование? Мы говорим, что мы хотим стремиться к нормальному обществу, демократичным методам и системам. Мы хотим жить в нормальном обществе. Что мешает? Что мы говорим, должны наявки, то есть явиться на выборы все и дать возможность людям и протестное голосование. То есть ты приходи, ты хочешь протестовать, не на диване протестуй, ты должен прийти и показать именно протестный листок, опустить, чтобы все видели, вот у нас протестное голосование. Вот если было бы, допустим, 40% вообще проголосовали нормально, 60% протестных, тогда сразу возникает вопрос, что это в системе неправильно. И там нельзя сказать, ой, знаете, там ковид, там еще что-то. Это все-таки более точный барометр, чем социологический опрос. Правильно, тогда нету манипуляций, у тебя четкая статистика, ты уже не можешь. Потом, если мы хотим улучшить выборную систему, вот, допустим, тот же самый сингапурский гений Лик Ван Ю, он в своих мемуарах писал, что, к сожалению, не успел ввести в Сингапуре новизну, то есть не мешает нам сделать. Он говорит, самый сознательный избиратель в возрасте от 40 до 60, ему надо давать два голоса. Он говорит, если мы говорим начальный ценз, начинаем голосовать, то должен быть и предельный, потому что, когда люди маразматики, да, это тоже ненормально, да. Так что для улучшения системы избирательной возможностей очень много. Давайте будем принимать звонки, одевайте, пожалуйста, наушники. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Вот вы философствуете на эту тему, да, что, мол, надо голосовать, а голосовать-то уже не Зыкова. Ну, был один ворюга, посидел он на одном кресле, пересел на другое кресло. И что, теперь надо идти за него голосовать? Конечно, не хочется, потому что уже все устали от того, что эти ворюги, и вы сами это говорите, они сидят, воруют, воруют, воруют без конца. И что самое интересное, опять же, в вашем разговоре вы говорите, что, мол, для человека есть гражданская ответственность голосовать, и что если он не проголосовал, то его штрафуют. То есть для людей есть наказание. А вот для этих ворюг, которые сидят, для них никакого наказания нету. Мы каждый день читаем в новостях. Украли, зарплату себе подняли, деньги отмыли, что-то еще сделали, придумали. Все прекрасно знают все эти их воровские схемы, и все это видно. Но никого наказания для них нет. Может быть, вы с самого начала не послушали передачу, где я говорил о том, что надо вести личную ответственность чиновников и политиков. У меня даже есть сайт www.paradbuild.lv, где я уже давно призываю о том, что надо вести личную ответственность чиновников и политиков. Причем даже есть методика, когда я еще в 90-е годы с прокуратурой на эту тему дискутировал, мне всегда говорили, ну вот если такую статью вести, то прокуратуру тонет в заявлениях. Скажу элементарное решение. Это специфические уголовные дела могут возбудить. То есть, если мы хотим, чтобы они были правильно возбуждены, то есть не хаотично, то есть обоснованно. Один из четырех человек, высших людей, то есть либо президент, либо премьер, либо председатель Сейма, либо генеральный прокурор единолично, либо 30% депутатов, собрав подписи, либо 10 тысяч избирателей, подписав заявление по поводу того, что мы считаем, что вот этого чиновника, против него надо возбудить уголовное дело, расследовать, все ли он сделал, да, то есть для того, чтобы это не было. Как только такая статья будет, поверьте, на 50% убытки в стране уменьшатся. Причем, когда мы боремся с коррупцией, коррупция, коррупция надо доказать, а вот последствия они на виду. И уже неважно, она от коррупции наступила, или разгильдяется, или еще чего-то, да. Поэтому я считаю, что введение личной ответственности уголовной, гражданско-правовой и административной, это обязательно. Еще один звонок, добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, предыдущему звонившему мне хочется сказать, что он, конечно, во всем прав, но у меня вот к нему личный вопрос. Пусть он подумает об этом, да, то есть кто ему мешает создать партию честных, порядочных людей, победить на выборах и сделать все как надо. Ну, или хотя бы вступить в ту партию, в какую он считает, что можно сделать в такой партии. Это первое. Теперь по поводу ответственности. Ну, это, честно сказать, очень смешно звучит, потому что, видите ли, я не знаю, кто у вас сейчас в пузе поздно подключился, но ответственность за высказывания предвыборные – это просто, извините, бред какой-то. То есть можно что-то, программы принимать и высказывать, но, извините, если вы не набрали 50 плюс 1 процентов голосов, и их никогда не сможете реализовать, и вашей вины в этом не будет абсолютно, потому что политика – это, к сожалению, путь компромиссов, и вы должны искать компромиссы. И поэтому обвинение каких-то политиков в том, что они ничего не сделали из того, что обещали, это, извините, блеф, и точно такая же предвыборная агитация, только пока не знаю в пользу кого. Значит, сразу вам отвечу. Сразу вам отвечу. Когда политики идут на выборы, выигрывает не тот, кто порядочный, а тот, кто более бессовестный и обещает больше, уже заведомо зная, что не будет выполнять, и люди ведутся. И можно привлечь к уголовной ответственности. Таким образом, если была бы статья за невыполнение предвыборных обязательств, допустим, партия говорит, мы за то, чтобы повысить пенсии, и когда идет голосование, они голосуют за понижение пенсии, то есть, или не повышение, то есть, это явное нарушение, и это уголовное дело уходит в суд, и суд уже будет принимать решение. А в демократичной стране, если будет разделение законодательной исполнительности… То есть, фактически за обман, не за то, что они не смогли. Да, обман. То есть, мы можем доказать, что был обман. ЕКП объявили, да, 500, 500, 500, да, и как мы видим, они даже это 500 даже не двигают. Это уже заведомо была ложь уже на начальном старте, да, то есть, они даже не планировали, понимаете, и можно доказать. Если хотят, можно доказать. И вы сами, допустим, от предыдущего упрекнули, да, то есть, как бы, только делающий может сделать, только идущий может пройти. Мы должны предлагать решение, да, то есть, как бы, а дальше уже как получится. Последний звонок, наверное, успеем принять. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Мне лично идея понравилась. Что, если, скажем, ее четко сформулировать и поместить на какой-нибудь портал, как там, скажем, monobalt.lv? Есть у меня сайт www.paradbeld.lv. Открывайте, читайте. Нет, имеется в виду, наверное, радиослушатели, типа, ну, так, что-то, возможно, для последующего обращения в СЕМ с народной инициативой или даже для запуска референдума. Абик, не поверишь, всем политикам предлагал. И новым, и старым, и прочее. Ребята, это надо делать, надо делать. Страна разваливается, и вот эта безответственность, да, которая у нас царит, да, то есть она сверху спускается вниз, и мы видим, что мы можем прийти к хаосу. Поэтому давайте наведем порядок сами. И это я предлагал, предлагал, предлагал. Единственный, кто откликнулся, кто среагировал, это гобзамс. Нравится, не нравится, но человек понял, да, то есть он это будет выдвигать, как свою политическую платформу. Я буду поддерживать те политические силы, которые готовы ввести личную ответственность политиков и чиновников за слова и за дела. А вот Бабрис у нас был в студии, и большое спасибо.